Пересматривать концепцию модного макияжа первыми начинают профессиональные визажисты. Самые продвинутые из них находят возможность учиться у звезд. В конце минувшего года челябинские специалисты посетили мастер-класс Юрия Столярова, официального визажиста марки Maybelline и недели моды в Нью-Йорке. Эта встреча заставила пересмотреть многое. Подиумные тенденции сейчас на самом деле отличаются от того, что многие девушки получают в обычном салоне красоты, в прямо противоположную сторону. То есть многим кажется, что на подиуме это какие-то совершенно безумные макияжи и тонны косметики на лице. Но я могу сказать, что работая много сезонов в Нью-Йорке, 90% показов это очень естественный. Макияж гораздо более естественный, чем многие жительницы Челябинска получают в салоне красоты на самом деле. Просто потому, что визажист не следит, например, за тенденциями, не понимает, как современная девушка должна выпить. Десять лет назад человек отучился на курсах, и вот все 10 лет он оттачивает свое мастерство изо дня в день, причем абсолютно одинаково. Все сильно меняется, и сейчас подиумные тенденции иногда гораздо мягче, гораздо прозрачнее, чем, я повторю, макияж в традиционном понимании. Один из концептов макияжа и мастер-класса стал Smoky Eyes, акцент в котором не сколько на глаза или губы, сколько на свежую кожу и максимальную натуральность. Кстати, посмотрите, можно даже близко посмотреть, как это происходит. Совсем не обязательно, и не то, что не британс, а очень важно, когда у вас свежеположенный тональный крем, не припудривайте его сразу. Если видите жирный, да, вы ее лучше уберите, если спланируете использовать пудру, особенно, кстати, вот когда макияж, который рассчитан на долгое время, сначала промокните, а потом только припудривайте. Иногда просто пудрить уже и не нужно. Лицо действительно получилось очень свежим, хотя пока я сидела и меня красили, оказалось, только косметики мне на лицо накладывали, но по факту нет такого эффекта маски на лице от нанесенной косметики. По поводу веснушек я всегда их стеснялась, с детства даже пыталась выводить, а потом поняла, что это, наверное, не портит меня нисколько. И сегодня Юрий подтвердил это, что веснушки меня не портят, и некоторые визажисты сейчас, наоборот, рисуют своим моделям веснушки. Так что веснушки в тренде. Тени, оказывается, можно наносить не тенями, как мы привыкли. Даже обувная помада пойдет в качестве теней для глаз. Это прям что-то новенькое. Ну, визажист такая специальность, что ты не можешь все уметь. У нас каждый сезон что-то новое. Во-первых, появляется много средств новых, это раз, их надо знать, учить. А во-вторых, мы всегда следим за модой, что модно сейчас. Как в кулинарном искусстве повара рекомендуют никогда не следовать зле по рецепту, так и визажист, по мнению Юрия Столярова, должен не просто наращивать до беспредела свою косметичку, а экспериментировать и знать, как обходить маркетинговые уловки производителей косметики. Я много лет работаю в проектах на телевидении, снимаем YouTube-канал и так далее. Я веду мастер-классы открытые, где по контракту у меня не может быть в руках косметики другой марки, например, то есть в кадре на телевидении. Я делаю все только маркой косметики, с которой у меня подписан контракт. Я делаю, на мой взгляд, достаточно интересный макияж. Совсем не обязательно тратить деньги на красивую упаковку. Я, например, очень часто вообще покупаю запасные блоки, если мне нужен какой-то продукт, который мне необходим. Я не покупаю это в красивой упаковке, потому что упаковка же тоже стоит денег, вы не понимаете. Перемены важны и нужны. Это легко утверждать в теории. На практике зачастую любое покушение на сложившийся порядок вещей большинство из нас воспринимает в штыки. Сегодня концепция актуального макияжа – это уже не высокохудожественное многоцветие на веках, а легкое прикосновение кисти визажиста с акцентом на сияние кожи. Это смогут понять не все и не сразу.